Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2023». В нем участвуют 11 педагогов из 11 муниципальных образований республики. В первый день участникам необходимо было показать свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях «Урок» и «Методическая мастерская». За ними наблюдал Али Баташев. Можешь еще раз для себя ознакомиться с условием задачи и желающим выйти к доске. Пока добровольно. Поднятые вверх руки учеников – маленькая победа учителя. Доброволец быстро находится и решение задачи становится предметом обсуждения всего класса. За происходящим внимательно наблюдают жюри. Они оценивают профессиональную компетенцию кандидатов на звание «Лучший учитель года». Фатима Баташаева преподает математику в 13-й гимназии Черкеска. По ее мнению, участие в конкурсе позволяет проявить свои лучшие профессиональные качества. Обменяться опытом с коллегами и по возможности стать счастливой обладательницей титула «Учитель года». Всех 11 участников республиканского этапа конкурса объединяют любовь к детям, своему предмету и профессии учителя. Математика буквально везде. В биологии, в физике. Любая ситуация в нашей жизни связана с математикой. Будь то построение кораблей, построение машин или же какие-то финансовые дела мы выполняем. То есть математика нам буквально везде. И моя задача как учителя – донести до детей, скажем так, необходимость знать этот замечательный предмет и как это им пригодится в жизни. Дети дают положительную энергетику, они стимулируют, они помогают развиваться. Хочется научить детей всему тому, что сама владею, сама знаю. То есть перенести свой опыт, чтобы они дальше в дальнейшем нашли себя, нашли свое занятие, нашли свою профессию тоже. О цели конкурса и призах для победителей и призеров рассказали организаторы. Это делается для того, чтобы повысить социальный статус учителя, популяризировать профессию педагога, привлечь молодые кадры сегодня в педагогическую сферу в том числе. И, конечно, поделиться лучшими педагогическими практиками, которые на сегодняшний день накоплены у наших лучших педагогов. С этой целью и проводится конкурс. Победители и призеры получат от главы финансово-денежный приз в размере первое место это 60 тысяч рублей, второе место 50 тысяч рублей и 40 тысяч рублей за третье место. Плюс это будут премии также от Министерства образования и науки в размере 5-6 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены 28 марта. Победитель республиканского этапа будет представлять Карачаево-Черкесию в финале, который пройдет в городе Орехово-Зуево Московской области 5 октября. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия.